приветствую своим подкаст собаки и их люди о собаках и тех кого не приручили мы это катя психолог за психолог кинолог писатель и ира писатель переводчик сценарист собака владелица стажем всем привет сегодняшняя тема нашего выпуска это минусы собак или почему вам не нужно заводить собаку первый минус который кажется очевидным в общем то это деньги собака это дорого это не только корм и ветеринар но это и игрушки это и специалисты и другие расходы часто не запланированные да я думаю что особенно стоит подготовиться ну ладно допустим бывает что иногда траты идут что есть на корм траты есть траты там на петонки на петли на щенка все вот эти вот амуницию хочешь ты заниматься где-нибудь там с тренером или не хочешь ты можешь тратиться можешь не тратиться это как бы твоя инициатива и все еще зависит от выбора пород как мы уже говорили но есть такие как предвиденные расходы особенно расходы связанные с ветеринарией вот мне кажется вот этот вот расход который сразу стоит учитывать при перед тем как ты заведешь собаку потому что я помню когда столкнулась болезни оушена когда у него была почечная недостаточность мы прям очень и очень много тратились я думаю что ты с этим согласишься так как насколько знаю у тебя тоже несколько было расходов непредвиденных связанных с этой тематикой даже неважно насколько здорово у тебя собака изначально но бывают такие случаи которых невозможно предусмотреть то есть раз я все так погулял побегал по полю вернулся с инородным телом в глазу то есть она была очень маленькая это был травяное семечко но тем не менее потом на то чтобы как бы его извлечь потому что его невозможно было извлечь просто так то есть это нужно было сидировать это нужно было там целая операция по его извлечению и потом как бы пока он там наморгал себе до ветеринара это семечко травмировала ему роговицу то есть ушло как бы прилично денег на его лечение и это тот случай от которого невозможно застраховаться и невозможно предотвратить ну как ну не Будешь ты водить собаку на коротком поводке по асфальту всю жизнь, и там может быть какая-то неприятность. Поэтому это обязательно нужно учитывать. И это такой минус, который нужно знать. Тогда перейдем ко второму минусу. Второй минус, как для меня, допустим, это шерсть. Шерсть. От собаки есть шерсть, особенно если ты заводишь собаку, ну, типа, как мой шпиц, то шерсти, а это большой шпиц, то шерсти будет много, очень много. Каждый раз я говорю, что, типа, если вы заводите собаку, всегда приведите этот момент, касаемо гардероба. И лучше уж, если вы предпочитаете черный гардероб, заводите. Собаку – это, конечно, немножко юмор, но я тебе могу сказать, в каждой шутке, лишь доля шутки очень сильно это оправдывает. Тебе, кстати, намного в этом плане легче шерсть, но у тебя есть другой момент. Да, шерсть тебе намного легче, потому что Яша не линяет, Тори линяет, в общем-то, умеренно. Но есть моменты с Яшей тримминга. И когда, конечно, нужно Яшу тримминговать, он ордель, я просто вешаюсь, и Яша тоже вешается, и все, как бы, все вешаемся, все в огне. Хотя, ну, я стараюсь делать это максимально безболезненно, то есть я разбиваю это в процедурных подходов, я не вожу его к грунеру, где там ему нужно по 8 часов стоять на ринговке на столе. Но, тем не менее, это неприятно, это физически тяжело. У меня болят руки, болят спина после этого. Как бы это занимает время. Опять-таки, те же 8 часов, но это как бы отнимаются от моего продуктивного времени. И это прям очень сложно. Иногда мне кажется, что я бы лучше заплатила грунеру, и... ну, не иногда, мне кажется, а мне всегда кажется, что я бы лучше заплатила грунеру и избавила себя от этих хлопот. Но мне, честно говоря, жалко Яшу. Вот, жалко подвергать его такому испытанию, потому что найти хорошего грунера – это еще одна проблема. Как, в общем-то, и найти любого хорошего специалиста. Я сразу вспоминаю тот момент, когда я выбирала пуделя. И тут я говорю, о, нет, я, наверное, не выдержу. Это надо его либо водить в грунеру, либо самой стричь. А ты говоришь, ну, знаешь ли, стричь все же много проще, чем стремить давать. Да, это правда. Тут недавно была дискуссия про ртели, и там обсуждали, насколько портится шерсть после стрижки. И там промелькнуло такое сообщение, что вроде как не сильно портится. Я такая, вау, почему я этого раньше не знала? Я бы его не триминговала, я бы его стригла. Я такая пишу этой даме, которая написала это сообщение, что расскажите подробнее, шерсть правда не портится. Она такая пишет, ну, конечно, портится, но как бы не настолько критично. Я такая, вот блин. В общем, ваше судя, таких не падающих шерстью, тримингуйтесь, Катерина, тримингуйтесь, а мы походим с шерстью в супе. Да, да, но если бы я, конечно, еще была таким громером от бога, а так у меня еще руки из одного места растут, и у меня все-таки не получается там никаких выставочных, таких очень красивых тримингов. Но, ну, по крайней мере, как бы под шерстью я выщипываю, шерсть у него летом короткая, ему не так жарко кожу, шерсти кожу не порчу я, ну, ладно. В дополнение к шерсти я хотела сказать, что от собак, в принципе, больше беспорядка дома. То есть даже если они ничего не портят, а собаки иногда еще портят вещи, они рвут обои, они грозут двери, они грозут плинтусы, они грозут мебель. Ну, если, конечно, там есть условия соответствующие, располагающие к этому, то даже если они этого не делают, собаки все равно как бы еще один источник пыли, еще один источник песка, потому что как бы вы не мыли им лапы, вы все равно их не вымоете. Собаки любят, многие собаки, например, Тори, она любит поваляться в какой-нибудь гадости и потом благоухать очень приятно, в какой-нибудь тухлятине. Яша любит лежать в лужах, и иногда эти лужи – это просто такая жидкая грязь, которая на нем корка и налипает. Слава Богу, по большей части она с него стряхивается самостоятельно, но, к сожалению, не вся. Это тоже нужно учитывать. Да, это точно. Ты знаешь, все, конечно, еще зависит от собаки. Слава Богу, мне так повезло с Ефратом. Он за все время отгрыз только небольшой кусок обоев, поэтому вот от него самый минимальный был, так сказать, урон. А вот если вспоминать Оушена, вот тут был урон от моих бедно новые дорогие сапоги, которые были только что куплены, положены аккуратно в коробочку, на стол. Он еще, будучи семимесячным щенком, решил в его эти сапоги, каблук, что и мне совершенно не идут каблуки, и его отгрызть. Поэтому, ну, не будем вообще вспоминать, сколько ножек и каблуков было съедено за все время проживания Оушена. Поэтому, или, допустим, вспоминать моего котерста Ниэля Малинку, которая решила, что мне не надо работать в отпуске, и взяла перегрызом еще вот от Wi-Fi. Поэтому, конечно, да, от собак нужно помнить всегда, что нужно будет иногда делать какой-то ремонтик или убирать обувь, как, например. То есть, да, в этом плане затратно тоже. Ну вот, а если вспоминать то, что ты говоришь про прогулки, вот как раз-таки еще один минус, с собаками нужно гулять. Всегда, в любую погоду, даже в ненавистный холод, который в Питере бывает постоянным. Я думаю, что ты меня в этом плане поддержишь, так как я знаю, что холод ты тоже очень любишь. В кавычках, да. Яша его очень любит в прямом смысле слова. И помню, прошлое зиму, которая была очень снежная, там было вообще по колено снега, и он меня просто заводил в какие-то демри. Я за ним там еле-еле вытаскивала ноги из этих сугробов, но я за ним ковыляла и говорила, пожалуйста, записывала видео, что, пожалуйста, если вы хотите иметь вот такой вот геморрой, то есть заводите эрнели, если вам скучно жить, если вы хотите там бродить по снежным пустыням, по коленам в снегу, по два часа подряд, а то и больше, то, пожалуйста, заводите, заводите собаку. Вот, и то, ребята, иногда, то есть мы так гуляли, что одна и то иногда просто перепрыгивала с одного моего следа в другой, а Яша, он такой как трактор, бродил просторы снежных целин. И это, конечно, тоже очень впечатляюще. Да-да-да, я сразу вспоминаю свою поездку недавнюю в Москву, а перед этим было минут 20 как раз. И если все собачки выходили минут на 15, то у меня Евра так посмотрел на меня в смысле минут на 15, типа в смысле уже домой нет. Я еще готов еще часик погулять, самая прекрасная погода на свете. Мы продолжаем гулять, так что, да, в этом плане наши собаки, что твоя, что моя, в этом плане очень только будут рады любому холоду и снегу. Более того, я научила Туре любить прогулки в дождь, и теперь я даже в дождь не могу уйти сразу после гигиены, после того, когда сходит в туалет, потому что она на меня смотрит, как это мы идем домой. Я думаю, блин, зачем я ее научила любить прогулки в дождливую погоду? Зачем я это сделала вообще? Ну, я понимаю, что благополучие собаки, ну, как бы вот мое благополучие при этом очень сильно страдает. Ну, и в целом собаки – это хлопот, это уход, это воспитание, это профилактика лечения болезней, это гигиенические процедуры, это стрежка когтей, если там нужно. Ну, да, но знаешь, все еще как, я вот каждый раз говорю, да, есть, конечно, вот это вот, что нужно тратить время на собаку, нужно тратить деньги на собаку, гулять с ними, но есть еще такой минус, как мне кажется, это вот чувство вины перед собакой, когда ты вот этого вроде как мало даешь, вроде мало гуляешь, вроде зачем ты отругал его за то, что он съел каблук, и так далее, и так далее. Вот у тебя же бывает чувство вины перед собакой? Постоянно, постоянно, особенно, когда Яша не хочет идти домой, и говорит, как? Мы уже идем домой, я еще не нагулялся, мы тут всего ходили только три часа, я еще не нагулялся. Ну, это да, это просто капец, когда ты понимаешь, что ты не нагулял собаку, которая хочет гулять, когда ты занимаешься с собакой, видишь эти горящие глаза, и думаешь, почему я так редко с ним, блин, занимаюсь, надо заниматься чаще, вот, и, ну, это, конечно, все, когда собачка лежит недоглаженная, или приходит и лапка тебя шкрябает, а ты сидишь, работаешь, тебе надо работать, а собачке хочет, не подсоедись, а собачка хочет любви и ласки. Это тоже очень печально всегда. Это да, вот я поэтому и говорю, что, а еще, знаешь, такой минус, который я вспомнила, который мне кажется, что ни один собачник не избежал его, это постоянная руганька, ну, не постоянная, но время от времени ругань с какими-нибудь соседями, бабушками и так далее, что ваша собака там какает. Тут у нас, мне недавно моя соседка рассказала, она, ей собака и собирает, недавно у нее чао-чао большой, она собирает какашки за него, и в пакет, и выкидывает мусорку, и один мужик к ней подошел, ну, из соседей других, и подошел такой, вот вы выкидываете какашки в контейнер с мусором, а из-за вас у нас теперь крысы завелись, поэтому, ну, то есть ничего, что там выкидывает еду, как бы тоже, вот, и крысы скорее больше завелись от еды, от какашек, но вот люди, которые собаки не очень-то, как люди любят, вот почему-то их становится просто теперь не избежать, когда у тебя есть собака. О, да, срач с окружающими, это отдельный пункт, который я даже выписала себе, когда готовилась к этому выпуску, и решила, что тебе понравится, но ты его собаку не делала, да, это правда, твоя собака очень часто мешает, если она в наморднике, то до нее смотрят, как на злобного монстра, почему это она в наморднике, если она без намордника, тебе обязательно об этом кто-нибудь скажет, почему ваша собака без намордника, а если ты едешь с собакой в транспорте, обязательно кто-нибудь будет недоволен, что ты едешь с собакой в транспорт, и скажет, а вдруг у кого-нибудь есть аллергия на собаку, вот, может быть у меня аллергия на вас, милая дама, вот, да, они все время кому-нибудь мешают, всякие нереализованные люди, люди, они часто пытаются сорваться на человеке с собакой, даже если этот человек просто идет и никого не трогает, он даже вообще не смотрит ни на кого, она идет на поводке, она там гуляет там, где собаки в принципе гуляют, и обязательно найдется кто-нибудь, кому это не понравится, это точно. Ну да, поэтому в любом случае, что нужно вот эти вот все минусы, которые, мне кажется, даже не все, по которым мы перечислили их намного больше, на самом деле, к сожалению, при всей моей любви к собакам надо еще вспомнить про то, что ты настолько становишься привязан во всех смыслах к собаке, в том числе, что и тебе не уехать от него и из чувства вины, и ты не можешь уехать еще, потому что в целом, ну как, на кого можно оставить собаку, если есть, конечно, это очень хорошо, слава богу, у меня подросла Ариадна, я уже могу на нее оставить Ефрата, а до этого Оушена, овчарку, мне даже не на кого было оставить, и я была безотвыка, потому что, ну как это оставить собаку, я до сих пор вспоминаю, когда я отвезла Оушена к папе, я такую вину испытывала, такую, мне казалось, все, я предала собственную собаку, и поэтому, вот это каждый раз ты помнишь, что у тебя не будет обычного личного теперь пространства, даже дома, потому что твоя собака везде будет ходить за тобой по пятам, как правило, вот этот, мне кажется, самый главный такой минус, на котором стоит помнить, что ты теперь никогда не будешь один, по крайней мере, лет на 15. Да, отпуск, изменение состава семьи, вот все это тоже нужно учитывать, и тоже нужно учитывать интересы собаки в этом все. и один из главных минусах, мне кажется, в том, что они мало живут, а терять их очень-очень тяжело. К сожалению, я до сих пор не могу пережить смерть Оушена, хотя он вот год, год как ушел, а я все равно каждый день, практически, можно сказать, вспоминаю о нем, какие-то даже в том же самом инстаграме и так далее, у меня stories о нем, потому что для меня это была моя собака, та собака, которую я очень хотела, которую я долго ждала, выбирала из этого казанского питомника. Я помню, сколько мы с тобой обстали тему, и ты помнишь прекрасно, я думаю, сколько я всего ему заранее накупила, и поэтому, когда он ушел, для меня это до сих пор большая трагедия. Я думаю, что так как ты теряла тоже не одну собаку, и ты знаешь, что это тоже такое, и не зря поэтому ты вспомнила вот этот вот минус, и мне кажется, он самый большой минус, который только можно было бы назвать. Я думаю, Да, это правда. Каждая собака уносит часть нашего сердца, часть нашей души, и терять их не менее тяжело, и психологи с этим согласны, в том числе и я, не менее тяжело, чем терять близкого человека. Ну и еще один минус, который не такой трагичный, это проблемы поведения, то есть не все собаки ведут себя так, как нам хотелось бы в данный конкретный момент и в принципе. и причем иногда это не связано с тем, что собака вам досталась бракованная, иногда собака может быть абсолютно нормальная, и поведение ее абсолютно нормальное для того, для чего она выводилась, но при этом вы с ней не совпадаете категорически, и вас это бесит. Такое тоже бывает, и к этому тоже нужно быть готовым и учитывать при выборе собаки в том числе. Это да. Я вот, несмотря на всю мою большущую любовь к Оушену, что это всегда, отмечаю, что это моя самая любимая всегда была собака, очень долгожданная, но каждый раз я вспоминаю, и ты помнишь, что Оушен, была проблема с тем, что все же он, ну, как бы сказать, был очень робким, и от этого он пытался отгонять всех окружающих от меня, ну, плюс я еще это подпитывала тем, что я не умела так еще обращаться с собаками, и проблем от этого с окружающими становилось еще больше, вот, ну, и я никак не могла все равно отпустить, но это же моя собака, он должен быть только с тобой, он вообще не должен никого любить и кого подпускать, кроме меня, у меня был настолько вот этот вот эгоизм к собаке, который я для него же делала еще и хуже, вот, поэтому из-за своих вот этих вот, так сказать, незнаний, из-за своего эгоизма я делала хуже еще собаки, а так как эта собака крупная, и плюс еще же делала хуже и теперь так, срать и закупаешь, вот, поэтому, ну, я была, если честно, к этому не совсем готова, потому что большая такая собака у меня была впервые, и собака с какими-то проблемами с поведением у меня была впервые, поэтому я могу сказать, что, несмотря на большую любовь с собакой, вроде у меня полностью было с ним взаимопонимание, но даже вот, несмотря на это, да, есть такой минус, как проблема в поведении, с которой ты иногда не можешь спать. Ну, или взять, например, такое вот охотничье поведение, ярко выраженное, которое смущает многих людей, но при этом оно может быть совершенно нормально для собаки, или, например, вот Яша, он для меня идеальная собака, но я понимаю, что попадет к какому-то человеку, который не готов к тому, что эта собака-крокодил, которая кусает, должна кусать постоянно что-то, у которой главная мышца челюсти, ну, наверное, можно было бы столкнуться с рядом проблем. Да, я помню, как Яша меня каждый раз, когда я приезжала к вам в гости, как он меня любил брать за руку, и скажу вам, знаешь, после челюсти, что Ефрата, что Оушена, я уж не говорю про кокер-спаниэля, она намного жёстче. Это был дружеский поцелуй. И вы можете тогда спросить, зачем же нужен весь этот геморрой вообще, зачем люди заводят собак, или, если вы счастливы, обладатель собаки возмутится, что нет, всё это неправда, всё это наглая ложь, навета и клевета. Поэтому ждём ваших историй в комментариях и пожеланий по темам выпусков. Спасибо, что слушали нас, и всем пока! До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok